Заседание Объединенных комиссий Молодежного парламента началось с церемонии награждения. Благодарностью Совета депутатов округа наградили Романа Изотова. Роман Алексеевич на протяжении уже длительных лет ведет активную работу военно-патриотической организации «Воин». Готовит молодое поколение к службе в армии и работе в специальных структурах Российской Федерации. Отслужив свой срок в армии, он вернулся и продолжает заниматься этой деятельностью. Поэтому за активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи городского округа Воскресенск Роман Алексеевич Изотов награждается благодарностью Совета депутатов городского округа Воскресенск. Роман Алексеевич, я поздравляю с обдуши. Это все общественная деятельность и я ни разу не отхожу от того, чем я занимался, от патриотической деятельностью, от патриотического воспитания детей и молодежи. И это, во-первых, ни разу не мешает, а у меня только больше возможностей, больше сфер, где я могу проявить себя, показать свою деятельность. Также наградили благодарностью Совета депутатов генерального директора автономной некоммерческой организации «Равные возможности» Анну Аксенову. У нее автономная некоммерческая организация, которая оказывает помощь в реабилитации детей-инвалидов. Она работает в этом направлении уже два года, является директором этого ОНО, решает вопросы по реабилитации путем привлечения дополнительных средств, дополнительных материально-технических ресурсов. И самое главное, что в своей работе имеет очень хороший результат. То есть ребята, которые проходят через ее организацию, реально получают помощь и становятся на путь выздоровления. Поэтому я от всей души Анне Николаевне желаю успехов в ее дальнейшей деятельности. Ну а вам брать пример человека, который занимается реальной общественно-полезной деятельностью. Нужно быть не популистами, нужно быть реалистами. То есть решать проблемы, которые вы видите сами. Затем присутствующие рассмотрели основные вопросы повестки дня. Первый выбор консультантов в парламент. Консультанты – это ребята-активисты, которые себя зарекомендовали с позитивной стороны при работе в общественных организациях нашего городского округа. Но при этом они либо принимали участие в выборах, но не были избраны в состав молодежного парламента, либо не принимали участие, но тем не менее горят желанием работать и в дальнейшем взаимодействуя с молодежным парламентом, давая консультации, соответственно, по организации каких-либо мероприятий, которые могут пройти и быть организованы на территории городского округа Воскоесенск. На заседании кандидаты коротко рассказывали о себе, где учатся. Некоторые даже в своей копилке общественной деятельности имеют конкретные дела. Мне 17 лет, я перешел в 11 класс, ученик гимназии номер один. О своих интересах рассказать очень люблю, изучать историю нашей необъятной страны, как я работаю в молодежном парламенте. Я председатель молодежной территориальной избирательной комиссии и был одним из участников организации выборов в молодежный парламент. Поэтому в дальнейшем очень хотел бы стать консультантом при молодежном парламенте. За всех консультантов проголосовали единогласно. Проект решения со списком кандидатур будет утвержден на очередном заседании молодежного парламента. Следующим вопросом повестки стало проведение субботника. Руководитель водно-спасательного отряда обратился с просьбой убрать мусор и очистить береговую линию от камыша озера Светлое Лопатинского микрорайона. Просит помощи собрать этот мусор. И самое главное убрать участок камыша, там пляж и слева от пляжа, в купальной зоне, она разделена участком камыша, он мешает, этот камыш мешает обзору спасателей. Они не видят, что там происходит. И вот именно этот участок, края пляжа, стал местом, где большинство именно с детьми, с маленькими, отдыхают там. Субботник состоится уже на этой неделе. Евгения Светлая, Владислав Максимов, Новости Искры ВЭКТ.